В Калязинском районе отметили два октябрьских праздника, посвященных труженикам сельского хозяйства и жительницам деревень и сел. Местом встречи стало старо-бисловское сельское поселение. Гости праздника собрались в Доме культуры. В Калязинском районе работают различные предприятия в отрасли сельского хозяйства, которые занимаются растеневодством и животноводством. Это овцеводческие фермы, выращивают картофель, зерновые, есть ягодные плантации. В начале праздника наградами отметили работу сельских тружеников, которые недавно завершили заготовку урожая и кормов. Ежегодно мы празднуем этот день, отдавая дань уважения нашим селяням, которые трудятся, несмотря на трудности. Тем не менее, селянь находит пути решения и старается и новые направления развивать в нашем Калязинском районе кролейководства. Три клубничных плантации в последние годы развились. Ожидаем открытие крупного инвестиционного проекта сельского хозяйства, это Тверская ягода. Далее праздник был посвящен сельским женщинам. Они трудятся на профессиональном поприще, ведут хозяйство и растят детей, зачастую сталкиваясь со множеством бытовых проблем. Вместе с тем сельские женщины – это активные участницы общественных движений и местной самодеятельности. Самых активных отметили заслуженными наградами за общественную работу в родных поселениях. Сельская женщина, во-первых, наверное, встает раньше и ложится позже, это раз. А во-вторых, еще это самое, не только она хранительница домашнего очага, но и является истернем в семье. Активистки Совета женщин сельского поселения ведут работу по сбору гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Помогает малообеспеченным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, уделяет внимание старшему поколению. У нас уже есть на территории поселения люди, которые оформлены как самозанятые, занимаются сельским хозяйством. То есть выращивают овес, заготавливают сено и, так сказать, движение идет. Творческим подарком для всех собравшихся стал концерт, который подготовили члены художественной самодеятельности из Пеньевского и Тимирязевского сельских домов культуры, а также гость праздника – солист из Калязина Николай Коробочкин.